всем привет сегодня хотел поговорить и провести сравнительный тест акустики сегодня у нас прайд соло и дэв бонз м60 него давно стоял вопрос какие динамики громче то есть была информация что прайд на феррите гораздо громче чем топовая модель одев бонса на неодиме ведь давно давно всем понятно что как бы не один он другой мотор у него другая производительность то есть он фактически должен играть громче и так в нашем магазине динамики прайд стоит 5 990 дэв бон стоит 9 990 разница них в 4000 рублей еще же посмотрим что у них внутри что нам приготовил производитель динамики упакованы такой лафановый пакетика в супермаркете бесплатный дает бумажный диффузор прессованные целлюлоза такой тканевый подвес очень весомый динамик такой сколько он весь я боюсь признаться потому что не знаю но порядка двух килограмм обычные зажимчики под лопатку но советую лучше их паять и большой ферритовый магнит то есть практически как посадочные места такого же диаметра так наклеечка на лобовое стекло где-то должен быть гарантийный талон да он здесь м 60 нео значительно легче мне кажется тут по весу даже тяжелее чем чем вся коробка так у нас гарантийный талон инструкция пользователя приятно такая упаковочка гриле защитные приятный бонус у у них что удивительно не чисто 16 метров идут а уже больше к 17 но удобный тип размер то есть не такие квадратные как раньше были там те же прайд виолетт те же там мама ария кикс и тому подобные они выполнены в таком круглом исполнении бумажный диффузор на целлюлоз с пропиткой литая корзина неодимовый магнит и зажимы контактного типа то есть сюда просто вставили кабель просто он зажался если взять два динамика где-то на сантиметра полтора характеристики можно посмотреть на сайте производитель там посадочная глубина и самый интересный вес это очень тяжелый динамик он весом как 8-дюймовый сабвуфер для того чтобы провести вот этот сравнительный тест пришлось нам доработать немножко стенд потому что магнитная система немножко больше стандартного размера вывели провода то есть у нас стенд работает таким образом что при нажимании клавиши играет соответствующая пара но вывели напрямую провода к усилителю источником сигнала у нас слушать служит 580 пионер усилителем служит 300.2 pride это мощный усилитель 300 ватт на канал так по питанию две дельты 65 ампер подключены параллельно и зарядник мастэч 40 амперный ну пока мы не прослушиваем мы его включаем на подзарядку измерительный прибор из пейлаб но из метр и оригинальной программы и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... В таких случаях я всегда советую полностью отключать головного устройства. Бог не дай, чтобы либо усилитель не вышел из строя. Но в лучшем случае можно спалить линейные выходы на магнитоле. Ну а в худшем... Не пойдет толком. Толком не ударит, но... Угореть на ремонт железа можно. Вынимайте преды с под капотом, да? Ну преды с под капотом не надо вынимать. Ваня, а почему мне 195-й Alpine... А что у нас-то старый ценник еще, да, на 195-й Alpine сейчас стоит 13 тысяч? Почему не 195-й? Да. Ты не знаешь, как его настроить просто, да? Да что это знаю, брат? Тебе пионеры роднее, да, я так понимаю? Пионеры как-то, да, по душе больше. 99-й бы поюзаться, вот это да. Я юзал на той неделе. Ну и как? Как твой 80-й. Только трехполоску разруливай, да? Ну да, у него 4 чистых полосы. Все, законнектил? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Расстояние от центра метр Я специально поставил датчик, равно удалил их от динамиков И сейчас послушаем. Головное устройство 580-й Пионер Включен по канальном режиме Ситуация какая? Снизу динамики порезаны на 160 Гц Сверху до 8 кГц Так, поехали? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажу сразу Усилитель работает не в шишку Магнитола громкость 45 Усилитель всегда на зарядке Заряжается от 40 Амперного Must Edge Вот И две дельты емкостью 65 Ампер Так, сейчас перекручиваем и слушаем дальше Все готовы Так, 45 громкость Давай Три Четыре Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребята Подведя итоги Лично я вот пришел к такому выводу Что Акустика Pride Solo Она реально Она приятнее играет У нее нет вот такого трубного эффекта Да, вот когда вот Как из ведра звук идет Она на слух приятнее Она выше забирается Да, цифры показывают Что она практически на 2 децибело больше Прошу строго не судить Цифры Это нечестные В плане того, что Датчик на соревнованиях Ставится по-другому Вводятся другие параметры Здесь мы просто лоб в лоб Столкнули два динамика Какой из них громче Цифры показали Но По факту Нужно понимать Что На площадке Показать такой результат Это Выше всех похвал С двери К примеру На МТшном треке Рез за минуту 114 Это Ой-ой-ой Я могу сказать Какой высокий Ну и так Акустика Pride Хороший Шикарный динамик Многие Говорят Что как бы Он не требует пищалки Да, пищалку Я все-таки Рекомендую ставить Дело в том, что Они широкополосненькие Высокую частоту Они играть не могут Для этого служит Twitter Да, то есть Twitter по-любому К этой акустике нужен Дивбонс М60 Neo Ну это Клон Старых добрых Проверенных фиолеток Такие же Как Момо Как Кикс Чернолетки Как Ария Ну много-много Да, тот же Pride Виолет Но не зря Разработчики Прайда Долго вели Свои Тесты Вели свои Разработки Улучшали Характеристики Динамики Сделать Этот динамик Лучше Чем вот этот Вот Я думаю Многие это Слышали И информация Как бы Она достоверная Вот Плюсы Дивбонса Вот какие Я лично вижу Это малая Монтажная глубина Неодимовый магнит Это Очень удобно В установке Монтажная глубина Там порядка Четырех с половиной Пяти Сантиметров Да, то есть Там сорок пять Миллиметров Это мало У Прайда Это гораздо больше Второе Вес Вес Это Несравнимый Такая Да, то есть Когда на Карте двери Висит Порядка Десяти пар Это Скажется На петлях Это скажется На замках И на Долговечности Открывания Закрывания Самого Механизма Дверей Вот честно Скажу Я вот К нам Пока в магазин Поднимал Шесть пар Соло Честно Я думаю Радикулиц Хватит Вот М60 М60 Гораздо Легче То есть Мне кажется Один к двум У них Соотношение То есть Ну кому интересно Можете загублить Вес Этого Динамика И этого Вот То есть Каждый Выбирает Для себя Сам Каждый Делайте Выводы Сами Я Доступно Думаю Всем понятно Кто Что И на что Способен Вот Но тем не менее Те динамики И Прайд Соло Завоюет Сердца Многих Любителей Громкого Звука Честно Вот После Прослушивания Мы Что От этих Динамиков Звенит В ушах От одной Пары Что От этих От одной Пары Представляешь Что такое Это 8 10 12 Там 16 Пар И так Далее Это Рак Ушей Завершение Обзора Что Хочется Сказать Каждый Выбирает Для себя Акустику Сам Мы Просто Предлагаем И Показываем Что Как Играет А Конечный Выбор Делает Сам Потребитель Спасибо Всем За Просмотр Обязательно Под видео Оставляйте Свои Комментарии Какие Видео Делать Для Вас Следующий Раз Подписывайтесь На наш Канал Я Надолго С Вами Не Прощаюсь А Следующем Видео Выйдет Долгожданный Ответ На вопрос Сколько Же Весит Наш Автозвуковой Проект Халк Всем Пока Продолжение следует